Здравствуйте! В эфире программа «Ты лучше всех» и я ее ведущая Надежда Короткого. «Ты лучше всех» это программа для женщин, о женщинах и ради женщин. Все о том, как сохранить и приумножить свою красоту. Ну и, конечно же, взгляд мужчин на женщин. Итак, сегодня в нашем выпуске. Лучше остаться без соли на три дня, чем без чая на один, гласит китайская пословица. Впервые только у нас чайный сэмелье расскажет о своей профессии. Наш герой – специалист в области высоких, стройных и красивых девушек. Продюсер конкурса красоты Николай Миханком. Все это и многое другое в программе «Ты лучше всех» не пропусти. Какой огромный выбор чая. Не знаю, что выбрать. А давайте обратимся к специалисту. Сегодня у нас в гостях чайный сэмелье. Ольга Краснова. Ольга, здравствуйте. Ольга, чем нужно руководствоваться при выборе чая? Если вы следите за модой, если вы следите за своим питанием, за ведете здоровый образ жизни, то я могу вам посоветовать пуэры. Ольга, а что такое пуэры? Очень часто видишь в меню это слово, но многие не знают. В первую очередь пуэр – это провинция в Китае, где чай и вырос. Поэтому чай, который произрастает в этой провинции, носит название пуэра. На столе у нас представлены те пуэры, которые входят в нашу чайную карту. Это белый пуэр, который состоит из белых почек. Затем шен пуэр – это зеленый пуэр, тоже не ферментированный чай. Обычный пуэр – от 3 до 5 срок ферментации, постферментации. Затем королевский пуэр – это в районе 15 лет выдержки. И пуэр со старых листьев, то есть пуэр со старых деревьев. Есть также в нашей карте пуэры с добавками. Это в данном случае пуэр в мандарине. И здесь представлен еще пуэр с грейпфрутом. Но сейчас я хотела бы сакцентировать ваше внимание на еще одном виде пуэра – фиолетовый пуэр. Этот вид пуэра совсем недавно был открыт. Он изготавливается из верхних фиолетовых флешей. На обычном чайном кусте недавно обнаружили его. И пришли к выводу, что фиолетовый цвет этих чайных флешей говорит о том, что в них присутствует большое количество антоцианов. Он полезен в первую очередь тем, что большое количество антиоксидантов содержится. И это тот элемент, который необходим нам против старения. В принципе, 5 чашек чая в день гарантирует нам вечную молодость. Вообще все чаи из пуэра. Вот этот чай привезла я из Мэнхая. Есть такая чайная гора из Семигор. Паша называется. Этот чай я делала собственноручно. Сейчас я хотела бы продемонстрировать варку этого пуэра в чайном сифоне. Для того, чтобы нам заварить, вот я здесь подготовила, его необходимо сначала омыть. То есть он разламывается. Это единственный чай пуэр, который можно пить на голодный желудок. Пуэр – это чай, который способствует похудению. Благодаря тому, что в процессе постферментации в чае поселяются много очень чайных грибков. Вот эти вот грибки, их содержится там великое количество. И благодаря взаимодействию чая и вот этих вот чайных грибков, чай приобретает такое уникальное действие на организм. Ольга, вот мне очень интересно, а есть ли подразделения на мужской чай и женский чай? В нашей чайной карте присутствуют две нечайных смеси для мужчин и для женщин. Так вот, как-то мы заметили, что чай, который сбор, чайный сбор для женщин, нравится мужчинам больше, чем мужской сбор, нравится женщинам больше по вкусу. В Китае не пьют черный чай, например, да? А в России черный чай для нас – это неотъемлемый атрибут любого чаепития. Почему? А зеленый чай мы пьем для того, чтобы… потому что он полезен для здоровья. Зеленый чай нельзя заваривать слишком горячей водой. А черный чай заваривается непосредственно на температуре, близко к кипению. И поэтому он получается горячим. Фиолетовый пуэр. Насыщайтесь антоцианами. Ой, как он вкусно пахнет. Очень вкусный чай, дорогие зрители. Не упустите и вы возможности попробовать фиолетовый пуэр. Ольга, а вам огромное спасибо за эту информацию, которую вы нам сегодня рассказали, потому что очень много всего полезного, интересного. Спасибо. На здоровье. Приходите. Ждем вас в гости. На чай и не только. Спасибо. Гастрономическая кофейня «Кофеин». Новый взгляд на новый кофеин. То, что вы попробуете, только у нас. Трефолева, 16, телефон 308019. Бывает очень неожиданно. Вас приглашают на важный вечер, где нужно выглядеть неотразимо. Ну а на прическу всего лишь 15 минут. Девушки, не переживайте, мы успеем. И за 15 минут сообразим нечто красивое. Причёска у нас будет объёмная, очень актуальная и популярная, которая, я думала, что она в прошлом году была актуальна, но в этом она ещё больше оборотов набрала. Она будет в стиле завтрака Тиффани. Для этого, в принципе, мы выбираем те же зоны. Это П-образная зона. Оставшиеся волосы, опять же, мы собираем хвост. Но хвост мы будем собирать на наивысшей точке головы, на макушке. Обрабатываем волосы хвостилаком. И вот зафиксируем вот здесь вот. Теменную зону мы накручиваем попрядно. Вот такими произвольными прядями, где-то по сантиметру. Обязательно я каждую прядь всегда обрабатываю лаком средней фиксации. Мы накрутили наши зоны, которые выбрали семенную и височную с обеих сторон. Всё по направлению к нашему хвосту. И теперь разбираем каждую вот так вот. И начинаем закрывать совершенно свободным образом нашу бобету. Просто прятать. Пойти на такой больше вечерний, да, наверное, уже вариантик? Ну, вот этот, конечно, да, больше вечерний вариант. Ну, при том, кажется, что это так сложно, а сделать можно и саму. Всё очень просто. Вот смотрите, если у меня такие бантики вот есть интересные, мы можем вот так бантиками с обеих сторон подколоть и вот такой гламур. А ещё как вариант можно использовать вот такое интересное украшение. И там уже будет другой у вас стиль. Вроде прическа одна. Подколов его с одной стороны, он получается такой фэшн-стиль. Сейчас любят всяких хендмейт, поэтому аксессуары вообще можно сделать самостоятельно и использовать его потом в дальнейшем в прическе. Наш следующий герой знает о женщинах всём и даже больше. Причём предпочитает он исключительно высоких, стройных, ну и желательно до 23 лет. Сегодня мы поговорим с продюсером конкурса красоты, мисс Ярославль, Николаем Миханко. Коля, привет! Привет! Ну скажи, как идёт твоя подготовка к конкурсу? Уже совсем скоро город выберет очередную мисс Ярославль. Как, как идёт? Вот идёт как-то, идёт. Сегодня уже первые репетиции начнутся. Но, честно говоря, уже поплыл в этой красоте, уже так устал. Уже глаза не соображают, я бы сказал так. Ну, Коля, вообще каждый мужчина мечтает работать с красивыми девушками, тем более с моделями. У тебя это была мечта детства или это какое-то стечение обстоятельств? Ну, мечтой детства не было, конечно. Это, скорее всего, стечение обстоятельств. Ну, как-то так вот получилось, что я попал в эту индустрию. Тебе нравится твоя работа? Ну, работа-то, конечно, нравится, но, как и от всего, рано или поздно начинаешь уставать. Начинает как-то вот всё, что-то хочется уже другое. Меняются параметры у девушек? За 8 лет поменялись, может быть, стандарты красоты? Да нет, нет, нет. Как были, так и есть. 90-60-90 плюс-минус. Ну, и, соответственно, от метра 75 вверх. Коль, ну, какая девушка должна стать мисс Ярославль? Ты же смотрел не только, да, ты на многих конкурсах побывал уже. Да, где только не побывал. Какая девушка должна стать мисс Ярославль? Интересная, красивая, обаятельная, с харизмой, с длинными ногами, с определенными параметрами, с натуральными, природными её ресурсами, вот, в том числе волосы не крашены, ну, зубы должны быть ровные. Ну, собственно, всё-всё-всё должно быть естественное, настоящее и привлекательное. Коль, ну, сейчас можно и не заметить, что девушка неестественная, к примеру? Как, проверяете, что это касается? Ну, как не заметить? Мы-то, я как профессионал всегда замечу, где там губа больше, где всё поднакачано. Ну, это же видно всё равно, как не вкачивай. Может, масса как-то не совсем увидит, но мы-то разглядим, да. Коль, твоя идеальная девушка и идеальная девушка конкурса красоты, понятия совпадают или это совершенно разные идеалы? Что же с твоими вопросами? Это идеальная девушка. Да нет для меня идеальной девушки. Для меня девушка – это девушка, это, в первую очередь, внутреннее качество. А человек вообще должно, вот ты сидишь с человеком, разговариваешь, а тебя прямо вот до муражек. Вот это тогда тот человек, с которым тебе приятно. Вообще, я бы сказал так, идеальная девушка, наверное, больше друг. То есть, ну, вот она должна быть другом. Надо внутреннюю красоту разглядывать, а не внешнюю. Внешность, ну, это же картинка. Иногда бывает, смотришь, обалдеть, вау, начинаешь разговаривать, и что-то как-то уже не вау. Ты говоришь, что внешность, да, для тебя не имеет такого значения. Ну, вот часто говорят о моделях, что у них интеллект совершенно не развит, скажем так. Модели, как правило, карьера начинается с 14 лет. Ну, что она может знать с 14 лет? Кроме как школьной какой-то программы. Ну, логично, логично. Поэтому говорить, что они все тупые и не интеллектуальные, ну, я не стал. Вот ты бы хотел, чтобы твоя девушка вот ходила по подиуму, красовалась, на которую бы смотрели, во-первых, другие мужчины? Ну, опять же, что бы я хотел, не знаю, насколько сходится, не сходится. Но если девушка достойна ходить по подиуму, почему нет? Наоборот, я буду только радоваться, что человек, на нее все смотрят, все хотят, а я с ней. И никто другой ходит. Какие проблемы? То есть только, я думаю, только слабый будет, как бы, нет, сиди дома, то есть, ну, если ты себя не уверен, ну, значит, не надо с такими общаться, девушками. Ну, то есть, смотри, таким мужчинам, которые привязывают к себе девушку, ты, получается, относишься негативно, да? Ты считаешь, что девушке нужно давать полную свободу для того, чтобы она могла реализовывать себя, как сама захочет, да? Ну, я бы сказал, не полную свободу и не отношусь к тем мужчинам негативно, я отношусь к ним ровно. Если человек сильный, как бы, да, то он, с человеком эта девушка будет, с человеком слабый, как бы, да, везде будут бегать, ай, 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 не ходи сюда. То есть, вообще, в принципе, система запрета, она не всегда работает так, как хочет человеку. Если человек, как бы, тебя любит, да, тебя уважает, то он скажет, ну, да, наверное, я не хочу подвести своего мужчину, то есть, зачем я пойду там в трусах по подиуму, то есть, на премьер. Вот. То есть, а то, что на человека смотрят он на обложках и на экране телевизора, так это, наоборот, хорошо. Скажи, пожалуйста, у тебя были когда-нибудь романы с теми девушками, которых ты отбирал для своего конкурса? Ой, господи, что же за вопросы-то такие романы. Были ли у меня романы? Как мужчине тебе были симпатичны эти девушки? Ну, да, на конкурс приходили девушки, конечно, я же там адекватный, нормальный человек. Вот. А были симпатичные девушки, которые мне нравились больше, как там, например, участницы конкурса. Вот. Но, тем не менее, все-таки, они приходят на конкурс, у меня кредо нет. Ну, то есть, никаких кругов. Они пришли на конкурс, то есть, соответственно, только деловые отношения. А если конкурс закончился, и почему нет? Почему бы не начать отношения? Ну, не знаю, не знаю. Ну, как бы, ну, были, да, нравились. Но, чтобы прямо так, чтобы, ого, гей, ну, прям, ну, как-то вот, не знаю, видимо. Не пошло пока. Да, то есть, не пробирало, скажем так. А теперь я хочу, чтобы ты пожелал нашим зрительницам чего-нибудь интересного. Дорогие девушки, будьте красивыми, очаровательными, обаятельными. Всегда считайте, что вы лучше всех. Когда вы себя будете любить, будут любить вас. Леди, наверняка вы сталкивались с такой проблемой, что не можете влезть в любимое платье. Спасение – это жиросжигающие коктейли. Жиросжигающие коктейли – это вкусный и интересный способ ускорить обмен веществ и, соответственно, помочь организму легче расстаться с лишними килограммами. Сегодня мы предложим вам три таких коктейля, но уж ваша задача – подобрать для себя самый лучший вариант. Начнем с самого легкого коктейля, но при этом очень эффективного. Нам понадобится стакан кефира и петрушка. Мелко нарезаем петрушку и отправляем ее в блендер. Кефир улучшает пищеварение, а петрушка позволяет быстро сжечь калории. Замените ужин таким напитком и уже через три дня будет заметен результат. Между прочим, получилось очень вкусно. Следующий напиток – это жиросжигающий коктейль на основе огурца, лимона и имбиря. Поскольку такой напиток нужно настаивать целую ночь, мы подготовились заранее и уже его приготовили. Сейчас я расскажу, как его нужно готовить. Мы берем огурец и режем крупными дольками. Такими же дольками режем лимон. И, наконец, последний ингредиент – это имбирь. Все эту смесь нам с вами нужно будет залить горячей водой и затем добавить немного молотой корицы. Имбирь укрепляет иммунитет, а корица улучшает кровообращение. Огурец позволяет очистить организм. Ну что ж, попробуем наш коктейль. Вкус необычный, терпкий, с кислинкой. Ваша задача – выпить 2 литра такого коктейля в течение дня. Последний, самый эффективный и самый вкусный коктейль – цитрусовый. Для цитрусового коктейля нам понадобятся грейпфруты, апельсины и лимон. Заливаем цитрусовое стаканом минеральной воды. Вы только представьте, сколько в этом коктейле витамина С. К тому же все мы знаем полезные жиросжигающие свойства цитрусов. Нужно заметить, что это правда получился самый вкусный коктейль. А какой коктейль выбрать вам – решайте сами. Ну а я настоятельно рекомендую начинать свой день с цитрусового коктейля, в течение дня употреблять коктейль на основе имбиря, ну а ужин замените кефирным коктейлем. И тогда с вашей фигурой будет все в порядке. Ну и, конечно же, не забывайте заниматься при этом физической нагрузкой. Я надеюсь, что мои сюжеты вам помогут приблизиться к совершенству. Ведь не бывает некрасивых девушек, а бывают ленивые, говорила Коко Шанель. Главное, помните, что ты лучше всех, и у вас все обязательно получится. С вами была Надежда Короткова. До свидания. Центр красоты и здоровья Амелии. Будь всегда в форме. Фитнес-аэробика, йога, силовой фитнес, фулл-дэнс, каратэ, тренажерный зал. Московский проспект 90, 281-261. Магазин фирменной женской одежды «Вагон Париж». Поступление новой осенне-зимней коллекции. Количество модных экземпляров ограничено. Успей обновить свой гардероб. Ленинградский проспект 123, ТРК Альтеры. Проспект 1,46, ТРК Центр. Субтитры подогнал «Симон»!